Радиокнига памяти В 1994 году организовалось предприятие Это произошло после того, когда Сергей Николаевич Киселев Президент компании движения Выкупил нефтебазу Кирово-Чапецкую И она перешла уже под эгиду движения Это, как я сказал, уже с 1994 года Я стоял у истоков организации Расскажите поподробнее Давайте перенесемся в тот самый 1994 год Представляла нефтебаза Старой емкости Общий объем нефтебазы около 3000 кубов Это все виды топлива, да? На тот момент востребованные Значит, и после того, как начали строиться новые заправки Значит, первоочередно стояло это увеличить объем нефтебазы И обновить резервуарный парк Так как он уже не соответствовал требованиям Да, а на сколько ставила задача увеличить объем, если 3000 кубических метров, вы сказали? Вы знаете К какой цели стали стремиться? Стремиться То есть, не было такого, что построилось там за год Давайте выстроим столько-то То есть, нефтебаза все равно, она была ограничена по территории И получалось, что вместо, допустим, 200 кубовой емкости Заменялась она там на 700 кубовую или тысячник То есть, начали расти вверх емкости Ну, понятно По объему Вполне закономерно Ну, и в начале 2000-х Ну, к 2000-м годам уже нефтебаза выросла По общей сложности Объем составляет сейчас 16 тысяч кубов 16 тысяч То есть, по сравнению с тем, что было изначально, это выросло все в 6 раз Да, в 5-6 раз Что за оборудование было тогда, в 1994-м? Вы сказали, устаревшие Уже на тот момент Как обновляли эти емкости в том числе? Ну, первоочередно была проведена ревизия всех емкостей То есть, капитальный ремонт существующих, которые на данном бео И с постепенной заменой емкостей Уже она более крупная и современная Что за емкость? Это импортное российского производства? Нет, с емкости российского производства То есть, и оборудование стараемся Взаимозаменяемо ставить российского производства Но, помимо того, чтобы увеличить объем Также возрастали требования и Ростехнадзора И всех проверяющих структур То есть, МЧС, охрана труда То есть, надо понимать, законодательство с течением времени менялось И требований всевозможных добавлялось и добавлялось Требований менялось, да А что было самым неожиданным, не знали? Может быть, самым таким вот жестким, что запомнилось на долгие годы Прямо как свалилось, вот как снег на голову А вы знаете, вот такого не было Не было? Потому что мы старались работать на опережение, скажем так А, на упреждение, да? На упреждение, да То есть, все равно эти законы там, они как снег на голову не падают И когда закон начинает обсуждаться То есть, если мы уже в конце 90-х годов начали вводить автоматизацию постепенно То есть, уже стояки и налево автоматизировали Без ручного труда, да, все уже? Без участия человека все делалось? Ну, в конце 90-х еще не делалось Но на данном этапе... Ну, я, возможно, уже забегаю, да Да, вы немножко опередили, но на данном этапе... В 2000-е годы уже? В 2000-е годы уже? В 2000-е годы уже На данном этапе уже автоматизация, скажем так, процентов на 80 Но, конечно, тут не избежать операций, которые выполняются ручной То есть, это подсоединение цистернов при сливе Уделялось внимание как охране труда, так и благосостоянию рабочих Ну, давайте вот сейчас поговорим отдельно, да, про охрану труда и про благосостояние А про то предприятие, понятно, это особый режим, все-таки специфическая отрасль Да, особо... Нефтебаза и там... Считается опасным объектом Да, опасным производством, да Есть свои требования, есть свои нюансы Вот, чтобы им соответствовать На каком уровне охрана труда была тогда, 26 лет назад? И к чему шли постепенно? Какие основные изменения? Помните 90-е годы, когда, скажем так, отменялись, ну, как это, почти как в Октябрьскую революцию Все разрушим До основания, а затем мы новый мир построим Да, вот примерно так, когда в 90-х годах было Что, кто как сможет, выживает, работает И кто, скажем так, на перспективу не глядел, не заглядывал немножко в будущее То будущего у него и не осталось Ну да, прекращали заниматься тем делом, которым занимались, да, и уходили с рынка Совершенно правильно Вот, так что Ну вот я еще отметил, что благосостояние рабочих То есть, ну, Сергей Николаевич в свое время сказал Это в 90-х годах, что это Но у меня есть конкретная цель, да, что вот мои рабочие предприятия Холдинга То есть, чтобы на работу Или, ну, даже не на работу То есть, был свой автомобиль В 90-х годах это, скажем так Ну, считалось очень показателем престижа, да Особого, особенного такого уровня жизни Ну, я сейчас, если немножко перескочу Вот сразу, там, на 26 лет То сейчас это в холдинге и в нашем предприятии Ну, можно сказать, норма Что человек может позволить себе заработать Взять кредит Предприятие дает кредиты Мы имеем в виду сотрудника, даже там Который не занимает какой-то особо высокий, значимый пост Любому сотруднику, да Понятно, что есть, скажем так, критерии И в нашем предприятии не задерживаются сотрудники, которые неответственно относятся к своим Которые попустились, к которым относятся к своему делу То есть, за рабочее место люди держатся Текучки кадров, как таковой, вообще нету И когда приходят люди, там, где-то вот ищем работу у вас То место может освободиться только, когда человек достиг пенсионного возраста Понятно По достижению определенного возраста он уже покидает свое рабочее место Да, вот Ну, если уж мы заговорили о рабочих, да, о тех, кто трудится На нефтебазе непосредственно Я так понимаю, вы в костяк входите, да, тех, кто вот изначально там трудились Ну, практически изначально Вот много ли таких еще сотрудников, с которыми вы начинали, когда пришли? Ну, вот Ясно, и такой средний возраст Сейчас ваших подчиненных, в том числе Ну, вот за последние, там, лет пять состав, конечно, очень омолодился Понятно, что сейчас и требования, немножко другие, там, и знания ПК, и И в ТВ-автоматике, это же, потому что, ну, практически 80% автоматизированная работа Ну, безусловно, надо обладать соответствующими компетенциями Из старого костяка, там, ну, из рабочих осталось человек пять, наверное, у нас на нефтебазе Вот с девяностых, да, еще с тех, которые? Да, с тех девяностых, ну, которые тоже, ну, со мной пришли И таким образом Лабораторий много И таким образом штат нефтебазы сейчас сколько человек насчитывает? Ну, в общем, примерно человек сорок Ага Ну, такая, небольшая, но очень дружная, я так понимаю, сплоченная компания Да, это штат нефтебазы Вот, но, вот, я сказал, что операции все автоматизированы То есть, вот, в ночное время у нас остаются два оператора Которые, ну, два человека могут вести весь процесс От слива цистерн и заправкой цистерн Тем более, сейчас работа круглосуточная идет Заправок много И чтобы не создавалась, там, скажем так Ну, была логистика, не было очередей Чтобы не скапливались машины Да, то есть, все расписано, распределено Все уже приезжают по графику Раз уж вы упомянули, да, о молодых кадрах, сотрудниках Хочется поинтересоваться, опять же, может быть, слушателям Будет полезно в плане получения работы в компании Что за образование должно быть у человека, который претендует попасть к вам Какое заведение он должен окончить Что за требования предъявляете? Ну, сейчас уже требования, то есть, или высшие Или, ну, хотя бы техническое образование Высшие, ну, с учетом В основном техническое образование Также я сказал, что вот Работа вся проходит на компьютерах Компьютеры сейчас То есть, ну, вот я отметил, что автоматизация полная То есть, все выведено Сигнализация Охрана Охрана периметра Пожарная сигнализация Емкости Минимального уровня Максимального уровня Отключения насосов Чтобы не было, мне дай бог Какого-то переполнения Или какой-то аварийной ситуации То есть, все сигнализирует автоматически Следить можно за этим То есть, не выходя там, да Из помещения Сидя перед пультами Или как это называется Да, перед мониторами Да, перед мониторами Все это отображается На рабочем месте А много ли было случаев Вот за эту историю Многолетнюю работу в компании Когда не прижился человек А за человека было обидно Вот вроде хороший специалист Но вот что-то не получилось Вот так вот, чисто по-человечески Тут, наверное, не так Можно сказать Что он не прижился А есть такое понятие Человеческая глупость Нарушение трудовой дисциплины Или что-то вот То есть, допустил какой-то промах Что-то такое сделал Не подумав о будущем А поступили с ним Ну, как и полагается Поступать в таких случаях Ну, это ситуация, да Характерная, наверное, для любого предприятия Не только для вашего Для конкретного Так это да Сейчас на любом предприятии Как говорится Есть очередь в отделе кадров Где За любую провинность Которая Не соответствует усталу предприятия Раз уж мы уже немножко рассказали о том Что, вернее, не немножко Неоднократно Вы уже упоминали о том Что автоматика, автоматика Когда активный вообще процесс Вот начался на предприятии Внедрение этих передовых разработок После 2000-х годов После 2000-х Насколько было трудно Или легко с этим совсем Научиться работать Вы знаете И вообще в плане обучения сотрудников Какая работа проводится Мы пошли по пути Не так, что вот взял Ну, сейчас предлагаю там Комплекс с кармом Вот мы тебя приезжаем Поставим там То есть Мы пошли немножко по другому пути Разрабатывали под себя Что нам требовалось в программу С своими сотрудниками Под свою специфику, да? Да Ну, пришли к тому, что Ну, вот и за последние пять лет За последние пять лет Полностью автоматизация завершена Нефтебаз И она соответствует Удовлетворяет всем требованиям Проверяющих и изгонодательства Вот Также Ну, тут Также может быть и не автоматика Вся технология нефтебаза Построена так, что Она исключает смешение Любых видов ГСМ Продуктов Это исключено, сто процентов, да? Это исключено Просто даже Ну, если раньше там Были звонки там Что там Создая звонят Там Мы заправились У нас машина не поехала То Ну, всегда Ну, все мы, автомобилисты Знаем этот термин Главное, что, мол, да Топливо набодяжили, как говорят Да Вы опровергаете Такого вообще, в принципе, быть не может Благодаря том числе автоматизации Такого быть не может У нас Есть лаборатория Аккредитована Выезжает сюда Сотрудник с лаборатории По Там По Жалобе По звонку Проверяется Берется Из емкости На ЗС Из бака Ну, и, как правило Всегда причина Бывает В машине Там где-то Фильтр не Водичка там попала Или что-то такое То есть В принципе, я Всегда уверен В том, что у нас ГСМ качественный И Когда мы выезжаем То есть уже просто Ну, вот если Ну, я не знаю Последние Таких, наверное Звонков и не было Раньше Ну, вот, кстати Сергей Николаевич Параллельно С расширением Увеличением объемов Нефтебаз И Внедрение Автоматизации Большое внимание Уделял Лабораторию Собственной Ну, мы Лабораторию Отдельно поговорим Да Я понимаю, что там Большая, серьезная работа То есть У него На первом месте Стояло Качество ГСМ Чтобы он Был Ну, и все Работники И там Были уверены Что Вот Если какой-то звонок Вот такое там Жалоба Не дай бог То К нам Претензий Тут Не может быть Возвращаясь Современность В 2020 год Так Для понимания Каков объем Горючего Который сейчас Ежедневно Отгружается С нефтебазы Ну Если представить Там Поток бензовозов Просто Непрерывно Наверняка Идет Да нет Но Сейчас же у нас Три нефтебазы Одна В Яранске И две В Чапецке И Логистика построена Так Чтобы Потока Не было Очередей Чтобы не задерживались Да Все нефтебазы Мы заменяем Ну скажем так То есть ГСМ На любой есть Ну вот сейчас Кстати Законодательство Вроде как Пишут СМИ Снова немножко Меняется В плане Ужесточения Там требования К автозаправочным станциям К качеству топлива Уже как-то начинаете К этому готовиться А мы готовы Ну про лабораторию Там расскажут Друг Другие Но В принципе Мы к этому готовы То есть Лаборатория у нас Актистона Аккредитована И Приборы Закупаются Всегда Не Ну скажем Вперед Не то что там Если требовалось Там евро 3 То есть Мы уже были готовы К евро 5 И сейчас Если даже Перейдут на евро 6 Мы к этому А Европа давно Уже перешла Да Европа перешла К слову Если Россия бы ему Тоже перешла Если бы не Таможенный союз Ну да Там есть определенные Нюансы Безусловно Но мы И к этому готовы Хорошо На этом время Наши беседы Истекает Я благодарю Нашего гостя Валерий Зевахин Начальник Нефтебазы Номер 1 Компании Чепецк Нефтепродукт С 40-летием Предприятия Вас и ваших коллег Всего доброго Долгих лет И здоровья Вам и вашим Семьям До новых встреч Спасибо В нашем эфире До свидания Я думаю 50 И дальше До бесконечности До бесконечности До свидания Спасибо До свидания Радиокнига Памяти Продолжение следует Продолжение следует